Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами режиссер, который живет сегодня в Сан-Диего с своей семьей, Константин Фам. Я приветствую вас! Добрый вечер, Лев. Очень приятно познакомиться уже лично. Рад вас видеть. И хотя я сказал «добрый день», а вы ответили «добрый вечер», тем не менее трудно назвать этот день добрым, поскольку в Днепре объявлен траур трехдневный в связи с трагедией, которая там разыгралась, которая потрясла меня и которая потрясла вас. Когда я увидел ваш пост в Фейсбуке о том, как вы реагируете на это, то я попросил вас поделиться вашими чувствами. Поэтому прежде всего, что ощутили вы? Ну, то, что происходит в Украине уже почти год, мы ощущаем каждый день. Но когда попадает в родные места, я сам из Харькова, из Харьковской области, но в Днепре прошла моя юность. Я там учился, учился в Днепропетровском театральном училище. И у меня там много друзей, я поступил в 15 лет, поэтому там все было первое у любого 15-летнего мальчишки. Поэтому мои самые теплые воспоминания связаны с юностью и с этим городом. И когда я проснулся и обнаружил то, что весь интернет в этой разворачившейся бомбе, ну, что можно чувствовать? Вначале ты проверяешь, были ли там… Ну, это же, знаете, такая человеческая вещь. Свои есть там или нет? Хотя все свои, мы понимаем. Но все равно ты сверяешься, были твои или нет. А потом оно разливается, и ты думаешь, когда же это закончится? Что ты скажешь, да? Как бы это огромная потеря и огромное преступление. Вы знаете, Константин, я хотел бы предложить, чтобы мы посмотрели несколько кадров. Потому что одно дело нам с вами говорить об этом и нашим слушателям просто слушать. Совсем другое нам увидеть и услышать то, что говорят люди, которые это переживают, которые пережили это в тот момент. Массированный ракетный удар по Украине был нанесен 14 января, когда многие украинцы праздновали Старый Новый Год. Сообщается, что одна из ракет поразила многоквартирный жилой дом в Днепре. Были полностью разрушены два подъезда из 18-ти. Я просто в шоке был. Я никогда такого не видел. Даже никогда не думал, что может прилететь в мой дом. Типа, это жилой массив совершенно. Тут нет ни военных объектов, ничего вообще. Ни ПВО не стоит, ничего совершенно. Ни военных баз. Просто пожилым людям прилетело невинным. Я не знаю вообще, что у них в головах, для чего они вот это делаются. Это очень страшно. Это однозначно терроризм. Это однозначно терроризм, и это не по-человечески. Надо одерживать победы на поле боя, а не среди гражданского населения. По меньшей мере, 23 жителя дома, по информации МЧС, погибли, включая одного ребенка. Более 70, включая детей, получили ранения. Женщина, мы вас слышим! Еще раз, пожалуйста! Да, да, да! Да, да, слышим вас! Мы вас слышим, женщина! В соцсети облетела история девушки, которая чудом спаслась, хотя вокруг нее здание превратилось в руины. Она в одном нижнем белье, в уцелевших обломках ванной, прождала спасателей много часов при температуре около нуля. Сама Анастасия Швец описала это в Инстаграме так. «Там пропасть, и я вижу остальные части подъезда, чужого подъезда. Он уцелел, и я почти цела, несмотря на рану на голове и голые ободранные ноги». Девушка не знает, что с ее отцом и матерью, которые жили вместе с ней. В момент удара, по ее словам, они находились на кухне. Трагедия 14 января не единственная у Анастасии за последнее время. В сентябре ее парень Владислав с позывным «Фотик» погиб на фронте, защищая Украину. «Погубил? За что ты его погубил? Вы сюда приезжали, к нам в город. Мы воспринимали, как нормальных людей, как нормальных родственников. Что вы сделали своим сыном? Негодяи, я вас проклинаю до седьмого поколения. И мной тоже прокляты, и всеми материнскими слезами. Мы видели две такие картины. Одна картина была «Фактор разрушения», а другая – это реакция матери, у которой был убит сын. И мы прощаем ей слова, сказанные в гневе и боли. Вот после того, как мы это с вами увидели, вопрос, который возникает у меня, конечно, это не только страшные сцены, происходящие в Украине, может быть, еще более страшные сцены, когда пропагандисты смакуют убийство гражданских людей. То есть для того, чтобы совершить акт геноцида, нужно украинцев назвать нациками, нацистами, или кем-то еще, или укропами. То есть они не люди, они тараканы, их можно раздавить. Вот так же относились к евреям. Эти евреи так к нацистам относились к евреям, или к цыганам, или еще к кому-то. То есть отношение к украинцам, оно сейчас какое-то вот такое. Боремся с нацизмом. При этом борющиеся с нацизмом, по сути, как бы обретают сами лицо нацизма. И это страшно. Ведь я когда-то родился и жил в Москве, вырос, учился там в институте. Я помню этих людей. И мне трудно себе представить, что российский народ сегодня вот обретает вот такое вот лицо. И поэтому, поскольку вы учились, по-моему, в Москве тоже, да, и работали в Москве, занимались искусством, делали фильмы, как вы понимаете, что происходит сегодня? Ну, это вопрос, на который, знаете, нет ответа и множества ответов. Поскольку я уже 10 лет больше чуть-чуть занимаюсь исследованием Холокоста, да, и исследованием в творчестве, так скажем, делаем фильмы на эту тему, вопрос всегда возникал, как быстро человек проходит от фазы человеческой до фазы звериной, да. У меня, если честно, ответа нет. Да, я понимаю, что, ну, пропаганда, я понимаю, что можно рассказать любую историю, но как люди, рождённые от матери, которые ели материнское молоко, да, которые, ведь самое страшное, да, вот в этой ситуации, что вообще невозможно отличить, где украинец, где русский. Ну, вообще какая-то метафора этой войны, если вот так убрать вообще в сторону национальность, то у меня такое ощущение, что вот сейчас это глобально действительно идёт война добра со злом, борьба человеческого с нечеловеческим, борьба старого с новым, да. И, ну, даже если смотреть на правителей России, политбюро, да, которому всем за 70, которые, ну, я правда не знаю, что, ну, чувствуют люди, которые уже прожили жизнь, да, и смотреть на 40-летнее правительство Украины, у которых маленькие дети, да, которые действительно живут, да, только начали жить. На самом деле, ну, Лев, мы можем говорить, я, у меня нет ответов, понимаете, я весь этот год вообще не понимаю. Это такое ощущение, знаете, что вот все основы, все принципы, весь фундамент, на котором устроилась, зиждилась, да, моя жизнь, жизнь, ну, очень многих людей, которые рядом со мной, такое ощущение, что просто это всё снизу подогрели, как из ада, да, как бы оно всё разверглось, и мы сейчас висим действительно на каком-то волоске от гибели. Мы как люди, мы как человечество, и то, что это не останавливается, на самом деле у меня вот при всём позитивизме мышления, да, никаких хороших мыслей сейчас, если честно, нет. Знаете, что, если я попробую направить ваши мысли всё-таки в хорошее русло, ведь рабе Акива, основа устной Тора, один из наших мудрецов, говорил, что вся основа Тора сводится к одной заповеди. Не имеется в виду, что эта заповедь самая важная, все заповеди важны, но одна является главным правилом Тора, и любая заповедь, любое правило, любая традиция является выражением этого правила общего. Вы излюби ближнего, как самого себя. И с одной стороны, понятное дело, что человек должен любить самого себя и свою семью, но он должен распространять эту любовь и на свою общину, и на свой народ. Но царь Соломон сказал, что цадик Исодулам праведник основа всего мира. Иосиф, например, кормил весь мир. И вот тут есть очень большая грань, потому что то, что вы называете, или то, что мы говорим, мы не понимаем, как человек может потерять человеческий облик, а вот здесь дело в том, что на уровне, так сказать, эволюционном, простите за такое слово, на уровне инстинкта самосохранения, человеческая особь, так же, как и есть животные особи, готова пожертвовать собой от любви к своему роду, от любви к своему клану. То есть, когда особи принадлежат племени, группе, они выживают вместе. Мы выживаем вместе. Но чем больше моя любовь к своим, то тем больше может у меня возникать ненависть к чужим. И чем больше я разделяю мир на своих и чужих, тем скорее геноцид может происходить. Геноцид происходит, когда мы обесчеловечиваем, или расчеловечиваем, когда сказали других. И в этом смысле, как раз мне кажется, что Тора предлагает нам задуматься над тем, что у каждого из нас есть свое я. Я маленького человека, это мое тело. Человека побольше, и моя душа, еще больше моя семья, моя община, мой народ. Но в конце концов, цель еврея, пришедшего в этот мир, это слова Талмуда. Спасающий одну жизнь, спасает весь мир. Интересно, что Иерусалимский Талмуд как раз говорит спасающий одну жизнь. Вавилонский Талмуд говорит спасающий одну душу Израиля. Интересно, у нас есть два взгляда. И, наверное, в этом тонкость, потому что нельзя спасать весь мир, забывая о своей матери. Поэтому у нас должны быть приоритеты добра. Начинаем себя и распространяем эту любовь. Но, с другой стороны, целью любви, в конце концов, является ощущение ответственности за весь мир. Поэтому я, например, не могу молчать. И сегодня говорю с вами на эту тему, потому что я помню, что когда убивали нас, то мир молчал. И на протяжении многих-многих лет, десятилетий мы скорбили о том, что мир проявил это молчание и стал соучастником истребления и геноцида евреев во времена Второй мировой войны. И сегодня мы, евреи, которые пострадали, на основе своих страданий, своих слез, должны не ожесточиться, а наоборот, проявить милосердие к жертвам этих страданий сегодняшних. Согласен с вами. Знаете, как бы опять же, много ведь споров, разговоров идет о том, что как Всевышний допустил Холокост. И спустя 80 лет, возможно, действительно, мы видим, что, возможно, эти жертвы были нужны, важны, и как расцвел Израиль, как, что произошло с евреями в мире. Возможно, сейчас через этот путь идет Украина. Это очевидно. Возрождение нации, но находиться внутри никому не пожелаешь. Во времена тьмы очень виден свет. Поэтому мы в той же России видим людей, которые героически говорят нет войне, которые идут из-за этого в тюрьмы, или которые вынуждены бросить все нажитое и уходят в эмиграцию, и оттуда тоже продолжают говорить о мире. За слово «мир» сегодня в России можно получить срок. И то же самое сегодня в эмиграции, или, так сказать, мы находимся с вами в Америке, кто-то находится в Израиле, поэтому наше отношение к войне, оно в значительной степени определяет, кто мы. Поэтому безразличные к этой войне это его проблема, это не проблема Украины. И когда мы говорим, вот вы задали вопрос, как мог Бог этого допустить, мудрецы говорят, что ведь первое же убийство Каином Эвеля, это, по сути, та же самая проблема и дилемма, как мог Бог допустить первое убийство. Поэтому вопрос, обращенный к Каину, был, где брат твой? То есть, как ты мог это допустить? Поэтому, с одной стороны, времена Холокоста, мы спрашиваем немцы, как вы могли это совершить? Это же вопрос, мы сегодня спрашиваем о русских, и поэтому они будут на протяжении десятилетий или поколений каяться в этом сегодняшнем дне и том преступлении, которое они совершили в Днепропетровске, в Днепре. Это так же, как 11 сентября в Америке или так же, как Бабий Яр в Киеве, точно так же будет 14 января в Днепре, днем, который попытаются, или русские должны будут осознать, как это они допустили это, возможно, своим рабским молчанием. Ну, не сомнение, потому что, знаете, ведь эту же бомбу, да, кто-то ее вез, кто-то нажимал на спусковой ключок, кто-то ее строил и так далее. Не сомнение. Но когда это произойдет, если честно, я сейчас не вижу, что это в каком-то ближайшем обозримом будущем. Я, например, вижу некоторых русских людей, которые говорят, что мы патриоты своей страны и своего народа. И так же, как были немцы, которые желали поражения фашистской Германии для того, чтобы народ очистился от скверны фашизма. Они желают поражения России, потому что любят Россию и любят свой народ. Ну, не сомнение. Чтобы Россия могла очиститься от фашизма. Почему так важно, что мы с вами сегодня об этом говорим? Ведь вы создали фильм. Туфельки. И ведь, если это был фильм о осмыслении Холокоста, то мы как раз хотели бы и услышать этот фильм, об этом фильме, и, возможно, услышать какие-то параллели с происходящим сегодня. Ну, наверное, фильм все-таки лучше смотреть, чем о нем говорить. Но для меня это... Этот фильм просто какая-то часть моей жизни. Для меня это фильм часть меня. Для своей интересная история. И как раз она интересна для тех процессов, которые сейчас происходят. Потому что я ребенок интернациональной дружбы. Мой папа вьетнамец, герой вьетнамской войны, вьетнамского сопротивления, который с детства провел в партизанских отрядах, и его лично Кушимин отправлял в Советский Союз учиться. А моя мама харьковчанка, еврейка, из Украины. Мама и папа познакомились в Харькове, в Муздрамтеатре, на Рымарской. После спектакля были танцы. И вот вьетнамский парень и еврейская девушка познакомились. Через какое-то время появилась моя сестра, а потом я. Но вопрос самоидентификации, особенно самоидентификации в Советском Союзе, он все равно остро стоял. Потому что я испытывал в любом случае это вопрос не к Украине, не к России, не к Советскому Союзу, а именно к тем образованиям, к империям и к самосознанию. Я себя ощущал всегда не таким. Мало того, что у меня папа вьетнамец, у меня мама еврей, я вообще ни туда, ни сюда. И вот это все меня формировало. Поиск корней привел меня в свое время в начале во Вьетнам, где я ну просто я жил без бабушек, дедушек, да, и был, так скажем, обделен. И это то, что сейчас опять проходит Украина, когда люди разлучены. Сейчас я как никогда понимаю эту трагедию, когда 8 миллионов человек сейчас находятся за границей, когда семьи разделены. Дети, родители, мужья, жены, вот оно сейчас повторяется. Но вот в моем случае, да, я начал искать корни бабушек, дедушек. Я поехал во Вьетнам, нашел большую семью и как-то сердце мое в каком-то смысле успокоилось. Я увидел, что у них все хорошо, они живут там большой какой-то дружной семьей, пережили одну войну, вторую войну, восстановились. Увидел я опять же последствия войны, которые вели империя французская, потом империя Соединенные Штаты, Советский Союз, да, и что было с простыми людьми, что досталось им. Потом я начал искать еврейские корни, и здесь все оказалось гораздо сложнее, ну, точнее, никак. Я уперся в какую-то стену. В 2008 году, если я не ошибаюсь, я попал в мемориал Аушвицберкинау, бывший концлагерь Освенцем, и там со мной случилось катарсис, да, то, что называется, потому что я почувствовал, что вот эта вся гора обуви, которая там находится, что это вот, это все мои родственники, это все моя семья. И вот я туда зашел, вышел через несколько часов, и моя жизнь больше не была прежней. Я решил, ну, так это, знаете, это не так, я решил посвятить себя, это все очень пафосно. Но, да, так со мной случился дальше фильм Туфельки, это история пары туфелек, которая начинается в витрине модного магазина, где они рождаются, а и заканчивается в этой братской могиле. И вот дальше, после этого, уже этот фильм я снимал в нескольких странах, он занял полтора года времени, потом он преобразовался в трилогию «Свидетели», потом я начал продюсировать и продолжать снимать на тему «Холокост», ну и так далее. Таким образом, я погрузился глубоко в еврейскую тему, и, ну и вот сейчас, сейчас случилась трагедия в Украине, которая не прошла мимо. Так же, и вот с самого первого дня мы только тем и занимаемся, что кого-то спасаем, вытаскиваем, помогаем беженцам, и так каждый божий день. Вы когда говорите о том, насколько вас потрясла вот эта история «Холокост», особенно этих туфелек, этих тапочек, этих ботинок, то вы говорите о том, что это привело вас и сегодня к тому, что вы не молчите. Я должен, кстати, отметить, что я помню себя ребенком, когда мама меня взяла в кинотеатр, я думаю, мне было лет шесть, и фильм назывался «Обыкновенный фашизм». Александр Рома, слышали о таком фильме? Недавно его пересматривал, и у меня даже есть идея сделать ремейк, назвать его «Обыкновенный фашизм». Там фактически ничего менять не надо, просто взять этот сценарий, переложить все кадры. Единственное, там понятно, что Ром бы его не выпустил без советской цензуры, и там в конце просто такое ощущение, что просто врезаны последние 10-15 минут, где идет советская пропаганда. Во всем остальном, конечно же, ничего не изменилось. Он и тогда шел очень короткое время на экранах, его потом запретили. Во всяком случае, меня этот фильм «Ребенка» поразил. Ну, в шести лет, я не знаю вообще как. Но все равно он меня поразил, на меня на всю жизнь. Потом вот я уже возил учеников отсюда из Нью-Йорка в Освенцим, и я им показывал это. То есть, это один из самых, конечно, ошеломляющих моментов в жизни человека, увидеть это. Я, кстати, вспоминаю, что вот, например, есть такой большой мой друг Юсеф Бегун, который был одним из борцов за выезд евреев из Советского Союза, один из первых учителей еврита. Когда он начал преподавать еврит, ему дали сначала два года, потом три, а потом двенадцать. Но с чего все началось с этого фильма? Он тоже говорил, как он вошел и вышел, сказав себе «Никогда больше его жизнь изменилась». Поэтому я понимаю, что жизнь изменилась. Но до того, как мы говорим даже об Украине, ваша жизнь изменилась не только в том смысле, что вы посвятили себя как бы борьбе с трагедией и злом, но эта жизнь привела вас к еврейскому народу. То есть, это трагедия, которая, казалось бы, должна была вас отпугнуть. Зачем быть евреем? Евреем быть страшно, Евреем быть опасно. Вы, тем не менее, в результате осмысления как раз решили свое еврейство проявить. Как это произошло? Почему? Ну, вот эта душа, видимо, ну, как бы, мы понимаем, да, что у нас их две, как минимум, и, видимо, та, которая еврейская, опять же, я, знаете, пытаюсь это увидеть как бы с точки зрения там внутреннего мира, и мне не всегда, ну, не удается, но если вот, ну, просто это как-то визуализировать, ну, наверное, ее запросы и ее зов сильнее, чем зов животной души, так скажем. И это было с детства, ну, как бы, это когда, ну, ты видишь несправедливость, да, и когда ты на себе испытываешь ее, и когда, ну, такая необычная ситуация в семье, когда ты все просто остро, болезненно чувствуешь, да, любое проявление несправедливости, и при этом ты не можешь повлиять на это, а очень хочется. Помню, как-то я в своей сенологии в Бруклине говорил о удивительном парадоксе. Ятро приходит к Торе, его дочь была замужем за Моисеем, а он, священник Медьяна, приходит к Торе. Почему он приходит к Торе? Да, потому что, говорится, и услышал он, о чем он услышал? Он услышал о развяжении моря и о войне Амалека против народа Израиля. Амалекетяне совершали геноцид, они убивали евреев. Когда ты знакомишься с ненавистью антисемитизма и то, что на евреев нападают, их убивают, и это приводит Ятро, который из благополучия Медьяна приходит к горе Сина и приснится к народу, на который нападают. Зачем? И вот я задал этот вопрос, одна бабушка поднимает руку, бабушка одного из моих учеников, который сел в синагоге, говорит, «Вы знаете, я вот здесь живу в Бруклин на Оушен-Эвене и ко мне пришел сосед украинец и говорит «Дай мне, пожалуйста, хнукальные свечи». Он говорит «Зачем тебе? Это же еврейский праздник, ты же украинец». А он говорит «Я всегда мечтал стать евреем». Почему? А он говорит «Да потому что когда случился Баби Яр, то я был ребенком и я вместе с толпой шел и потом перелез через забор и сел на дерево и смотрел на расстрел евреев. И то, как они принимали расстрел и какие-то были животные, я всю жизнь мечтаю стать евреем». И я тогда со своей стороны предложил ей возможный ответ, что когда Ятро увидел зло, которое нападает на евреев, то задался вопрос «Почему зло ненавидит их?» Наверное, потому что они олицетворяют свет, они олицетворяют добро и поэтому решил пойти к ним. Как ваш поход к еврейскому народу или возвращение к еврейскому народу происходило? Вот вы посмотрели фильм и потом вернулись в Москву и что? Как-то все органично происходит. Я в теме и я просто наслаждаюсь той частью еврейской жизни, которая у меня есть. И надо сказать, что в Украине, ну, вообще, надо сказать, что еврейская жизнь, религиозная еврейская жизнь, которая была до войны и в России, и в Украине, была потрясающей. Это, конечно, благодаря все-таки Хабаду и фигуре шестого, седьмого любавческого рэба Шнейрсона, ну, и шестого, и седьмого, соответственно, да, который как раз в Днепре его папа был главным раввином. Вот, и в этом смысле, даже когда какое-то время Днепр обходила беда стороной, то как раз днепровские евреи говорили, это потому, что рэба отсюда, да, как бы, ну, рэба из Николаева, на самом деле. Мы знаем, что, кстати, Рэб Шмоль Каменецкий, основавший там синагогу, еврейскую общину, построил, по-моему, одну из крупнейших синагог мира. Этажное здание, минора, и это не просто, это город. Я очень нежно люблю, я не смогу сказать, что рэб Каменецкий мой друг, но я очень хотел бы, чтобы это было так, но всякий раз, когда я приезжаю в Днепр, я иду в эту замечательную синагогу, потому что она чуть ли не стена к стене находится, к моему бывшему театральному училищу, и это, ну, там на соседних улицах, там это было Глинки 11, а сейчас это Шлома Мадейхайма, я не помню, как эта улица называлась при советской власти, вот, и там построен город, в котором есть, ну, это самый действительно, наверное, крупный общинный центр, в котором жизнь, там две гостиницы, там музей Холокоста, там образовательный центр, там рестораны, и там всегда жизнь просто кипит, бурлит, и это, ну, удивительно, такое ощущение, что город тоже живет вокруг этой синагоги. Я, знаете, что предлагаю? Предлагаю, чтобы мы с вами пожелали, благословили Днепр, чтобы жизнь в нем вновь кипела, жизнь там была возрождена, но все-таки я хотел попросить вас в заключении провести параллель между все-таки вот этим вашим фильмом и сказать нам, в чем же, как бы, мысль и чувство вашего фильма, который прилагается вот к катастрофе или к трагедии сегодняшнего дня, и что бы вы хотели сказать тем из ваших друзей, которые, может быть, смотрят сегодня или слушают нашу передачу в Украине, и также тем, кто, может быть, слушают или смотрят вас в России. Ой, ну если говорить об его фильме, он так долго создавался, он создавался восемь лет, и это же трилогия, в которой есть туфелька, которая заканчивается в Освенцеве, это история о том, как люди любили, жили, радовались, плодились, да, а потом их всех взяли только потому, что они евреи и уничтожили. Вторая история Брут, это история как раз то, о чем мы с вами тоже говорили, о том, как промываются мозги, это история щенка немецкой овчарки, который живет в еврейской семье, а потом он становится псом-убийцей в концлагере, и то, как вот этот щеночек, как его можно перевоспитать из-за косточки правильной в процессе тренировок, как можно просто сделать собаку-убийцу, да, а третья история фильма, эта история называется «Скрипка», в этом фильме идет поиск корней, поиск самоидентификации, главный герой через историю инструмента находит свои корни, и вот, ну, мое пожелание моим любимым друзьям в Днепре, у меня очень много хороших, близких, любимых друзей в Днепре, и будет рассвет там, он уже не загорали, я просто желаю ребятам, девчатам, всем моим любимым в Днепре и в Украине триматися, триматися, я бажаю животный, животный, страшится, которое трусит, которое думает только о себе, но у нас есть и другая душа, чтобы они прислушались к зову той души, смогли очиститься от скверны, очистить свою страну от расшизма. Все, сам вам хорошего, и пожелаем миру народам России и Украины, и, конечно же, нашему еврейскому народу. Спасибо большое. Спасибо.